В предыдущем видео мы рассказали о том, что такое кардинг, а также о самом знаменитом проекте кардеров — форуме Carder Planet. Оттуда вышли многие известные кибермошенники. Но планета кардинга — это еще не вся вселенная, есть и другие звезды. Игорь Грушко и Денис Грушко Дерзкие братья-россияне из Флориды решили, что похищать личные данные пользователей через интернет «Конечно, круто, но этого недостаточно». В середине 2010-х они создали целое предприятие в Форт Лодердейле, где производили поддельные кредитки и удостоверения личности. Когда спустя несколько лет их все же накрыли, при обыске был найден целый арсенал. Готовые скиммеры, накладки на банкоматы, мини-видеокамеры, голограммы, поддельные удостоверения личности и тысячи номеров чужих кредиток, хранящиеся на компьютере, резиновые формы и станки для их изготовления, а также пластик для литья, из которого братья делали скиммеры. А знаете, что еще нашли копы в этом кардерском гнезде? Целый манифест! Что такое кардинг? Кардинг — это искусство мошенничества с кредитными картами. Его мотивы обычно связаны с деньгами. Плазменный телевизор за 9 тысяч долларов, за который ты не заплатил ни цента, определенно опьяняет. Но настоящие кардеры занимаются этим для чего-то большего. Опьянение от того, что федералы в любой момент могут выбить твою дверь. От того, что каждый день, когда ты ходишь по улице, это еще один день, в который тебе сошло с рук федеральное преступление. В общем, масштаб деятельности братья впечатлял. С таким-то размахом можно было ожидать, что кардеры развернутся по полной. Но нет. Вот что бывает, когда руки золотые, а с воображением беда. Братья Грушко и их подельник Вадим Вознюк, еще один россиянин из Форт Лодердейла, занимались тем, что наворованные или поддельные кредитки покупали вещи в различных торговых сетях, а потом приносили их обратно, прикидываясь разочарованными покупателями. И, разумеется, магазины возвращали им деньги. Профит. О каких же суммах идет речь в обвинении? 464 доллара 23 цента. 385 долларов 19 центов. И далее в том же духе. Понятно, что, скорее всего, основной доход братьев приходил от производства, но вещевой кардинг в 21 веке в США? Неужели эти смешные суммы и возня с торговыми сетями стоили 12 лет заключения? Именно на такие сроки загремели и Игорь, и брат его Денис. А их младший партнер Вадим отделался двушечкой. Видимо, потому что работал в этом трио только ногами. При этом ущерб от действий банды кардеров оценили всего в 112 тысяч долларов. Гора родила мышь и оказалась в тюрьме надолго. Дмитрий Смелянец и Владимир Дринкман Для друзей и секретной службы США СМИ и Скорпо познакомились в 2003 году на почве любви к знаменитой компьютерной игре Counter-Strike. Но, видимо, шутер не давал столько адреналина, сколько хотелось, поэтому новые знакомые решили заняться кардингом. Позже к ним присоединятся Роман Котов из Москвы, петербуржец Александр Калинин по прозвищу Грег и Михаил Рытиков из Одессы. В течение периода с 2003 по 2012 год под удары этой кибербанды попадут мировые финансовые, торговые и промышленные гиганты. Среди них знаменитая биржа NASDAQ, платежная система Heartland Payment, сеть круглосуточных магазинов 7-Eleven, авиакомпания JetBlue Airways, универмаги JCPenney и Hannaford Brothers, а также модные магазины одежды и другие воротилы бизнеса. Дело было поставлено на поток. Дринкман, Котов и Калинин ломали корпоративные сети, крали оттуда банковские данные клиентов и сопутствующую информацию, а потом сливали все эти массивы смелянцу. Дима в этой кибербанде отвечал за сбыт. Украденную подельниками информацию он выставлял на торги. За данные с американской кредитки смелянец брал 10 долларов. Канадская стоила чуть подороже – 15 баксов. А европейская ценилась больше всего. Ее мошенники отдавали за все 50. В течение нескольких лет американские спецслужбы разрабатывали банду и достаточно много узнали о ней. Но выйти на след удачливых кардеров все никак не удавалось. Пока смелянец не выложил в соцсети фоточку. Она была сделана в Амстердаме. Секретная служба США медлить не стала. Смелянец был задержан по горячим следам в одном из амстердамских отелей. И как же приятно были удивлены спецагенты, когда в том же отеле обнаружили и Володю Дринкмана. Их соратники Котов, Калинин и Рытиков оказались умнее. Фотографии никуда не выкладывали и вообще сидели тихо. И до сих пор так делают. Поскольку Дринкман и смелянец находились под юрисдикцией голландской полиции, сначала им посчастливилось познакомиться с европейской тюрьмой Лайт. Но позже отправиться в США все же пришлось. Американская правосудие подсчитала ущерб от действий банды в размере 312 миллионов долларов. На ее счету украденные данные с более 160 миллионов банковских карт. Поначалу судьи выкатили кардером гигантские сроки. Смелянцу, например, светило 30 лет. Но с помощью целого набора специальных инструментов, в которые входят деньги, раскаяние и, конечно, показания нападельников, американскую эфемиду удалось смягчить. Дринкман получил 12 лет тюрьмы, а смелянец и того меньше. 4 года, 3 месяца и 21 день. В мире кардеров особняком стоит история сына известного политика, депутата от ЛДПР. Но быть мажором с самого детства у парня не получилось. Он фактически рос без отца. Зато получилось многое другое. Роман по кличке Псих начинал с мелкой должности в обычном компьютерном клубе. Но легальная работа ему быстро наскучила. 200 рублей в сутки было совсем не той суммой, о которой он мечтал. Так Рома попал на форум Кардер Планет, колыбель из которой вышли многие знаменитые кардеры. Одной из первых серьезных мишеней Психа стала система Accurient, в которой содержалась информация о гражданах США, предназначенная для правительственных структур. В этих массивах данных были в том числе и банковские карты. На планете кардеров оценили таланты Ромы. Так Псих стал официальным пробивщиком форума. Логика событий не могла не свести его с уже известным нам Бэт Би, Владиславом Харахориным, одним из основателей Кардер Планет. Вместе они смогли автоматизировать процесс похищения данных банковских карт и поставить его на поток. Бэт Би разработал программу, которая сканила не только компьютер жертвы, но и соседние ресурсы в поисках дампов. Дамп — снимок информации о состоянии компьютерной системы. В нем содержатся сведения о запущенных процессах. Именно так можно найти целые залежи данных банковских карт. Ребята отлично на этом нагрелись, но затем прекратили сотрудничество. Их взгляды на то, как делить прибыль, не совпадали. Охлаждение отношений между бывшими партнерами со временем переросло в жесткую конкуренцию их онлайн-магазинов по продаже украденных данных. А затем началась настоящая война с дидос-атаками, угрозами и подставами. К тому времени под управлением психа была уже надежная команда кардеров. Они специализировались на малом бизнесе, например, на сетях закусочных и других подобных компаниях. В этом был свой четкий расчет. Как правило, у малых предприятий нет своей службы кибербезопасности. А значит, защита от кибербандитов довольно слабая. В общей сложности Роман, Селезнев и сотоварищи за период их деятельности похитили более 1 миллиона 700 тысяч данных с банковских карт. Ущерб от действий группировки психа оценивается в 170 миллионов долларов. Американские спецслужбы взяли Рому во время его отдыха на Мальдивских островах. Селезнев вдумчиво выбирал места для релакса, ориентируясь на отсутствие закона об экстрадиции. Но специально для психа власти островов сделали исключение. Папа-депутат, незадолго до этих событий, вновь появившейся в жизни Ромы, помочь ему не смог. Не сработала и ставка на политический резонанс. То есть попытка представить действия США как целенаправленную охоту на русских. В 2017 году Роману Селезневу вынесли приговор. 27 лет тюрьмы. По жесткости наказания на сегодняшний день псих – рекордсмен среди кардеров. Возможно, срок скостила лишь титановая пластина в его голове. Вследствие теракта, в гущу которого Рома попал случайно, отдыхая в Марокко. Она же улучшила и условия его содержания в тюрьме по медицинским показаниям. Пока существуют банковские карты с личными данными, найдутся и способы их украсть. А пока есть способы их украсть, будут и преступники, которые с удовольствием этим займутся. Отдельное явление в мире кардинга – Альберт Гонзалес, великий кибермошенник и одновременно агент спецслужб. А еще есть чисто российский феномен – Алексей Строганов. Бизнесмен, большой друг детей и политиков, борец с киберпреступностью и киберпреступник. Их истории обязательно появятся в наших видео, если вам интересна эта тема. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии под видео. Самые крутые сюжеты о киберпреступниках еще впереди. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!